Добрый день! Вас интересует вязкость крови? Отлично! Значит, вы собрались жить долго. Вы понимаете, что кровь это основное связующее звено между всеми органами и системами. И вот ее состояние зависит поступление питательных веществ клеткам и удаление продуктов жизнедеятельности от клеток. Основных игроков в сердечно-сосудистой системе трое. Это мощность сердца как насоса, которая за сутки при пульсе 70 выполняет 100 тысяч сокращений и перекачивает 10-12, а то и 15 тонн крови. И очень большое значение имеет вязкость крови. Перекачивать молоко или сметану для сердца не все равно. Если кровь внезапно становится более густой, нагрузка на сердце повышается. И если сердце не справляется с этим, появляется острая сердечная недостаточность и человек может погибнуть. Если такое состояние, вязкая кровь, наблюдается длительное время, появляется хроническая сердечная недостаточность. В любом случае сокращается продолжительность жизни. Быстро или медленно, но сокращается. Второй игрок это прочность, проходимость, эластичность сосудов. От этого зависит, насколько хорошо идет обмен веществ у клеток и насколько низок кардиологический риск. То есть риск внезапной смерти от инфаркта, инсульта. А также от тромбоза или тромбоэмболии, потому что все эти состояния очень напрямую зависят от состояния крови. Кровь вязкая, все риски повышаются. Кровь оптимально жидкая, все риски снижаются. Так вот, игра вязкости крови проверяет на прочность то сосуды, то мощность сердечной мышцы. Для того, чтобы этого не делать, нужно контролировать вязкость крови. У кого вязкость крови хронически повышена? Синдром хронической усталости. Так называемый печеночный олень. Когда вы утром проснулись, руки, ноги на месте, работа есть, а работать не хочется. Вегетососудистая гистония, неважно по какому типу. Гипертоническая болезнь. Если человек курит, у него примерно на 40 минут повышается вязкость крови после каждой выкуренной сигареты. Те, кто курят, знают. Да, он успокоился. Но успокоился не потому, что мозг стал по-другому работать, а потому, что просто кислород не идет к мозгу, мозгу не на чем работать. Но при этом очень тяжело после сигареты выполнять любую физическую нагрузку. Почему? Потому что мышца ничем не отличается от мозга. Ей тоже нужен кислород для работы. Густая кровь, кровь не идет к мышце, мышца не может работать. Человек быстрее устает или вообще фактически не склонен к физическим нагрузкам. То есть таких состояний очень много. Один из индикаторов плохой вязкости крови, высокой вязкости крови, это состояние называется депрессией. Почему? Потому что мозг, хронически не получая нужное количество кислорода, он снижает свою жизнедеятельность до того уровня, на котором он кислород все-таки получает, чтобы не погибли клетки. Поэтому если человек не устраивает состояние депрессии, он должен контролировать, регулировать вязкость крови. Для того, чтобы регулировать этот процесс, я знаю, потому что нужно менять кардинальный режим, рацион питания, водный режим, режим двигательной нагрузки, режим эмоциональной нагрузки. То есть регулировать количество химических веществ, которые попадают в организм. Это комплексное понятие. Для того, чтобы быстрее все это сделать, разработана формула номер один, потому что от состояния пищеварительной системы печени зависит. Кишечник это самый мощный источник токсинов, который у нас постоянный. Если в нем отрегулировать этот очаг инфекции, очаг интоксикации, состояние крови автоматически изменяется. Формула один, она контролирует состояние микрофлоры кишечника, контролирует поток токсинов из кишечника и активирует работу печени как фильтра. Если вы считаете, что пищеварительная система работает оптимально, есть формула 3, она активирует только работу печени, она повышает функции печени как органа, который способен контролировать, восстанавливать высокую вязкость крови, восстанавливать нормальную текучесть крови. Для того, чтобы подстраховать ваши сосуды, потому что у мужчин после 20, у женщин после 35 лет уже идут эндокринные изменения, которые, в принципе, нарушают эластичность сосудов с одной стороны, а при высокой вязкости крови в них образуются тромбы и очень высокий риск тромбозов и эмболий. Для того, чтобы подстраховать сосудистое звено, разработана формула номер 9. Она помогает контролировать состояние сосудов, контролирует состояние крови, снижать вязкость крови и оптимизировать движение крови по сосудам. Если вам, в принципе, вязкость крови интересна не просто как факт, а что это такое, а вы хотите контролировать, сознательно управлять этим процессом, а через вязкость крови управлять своей жизнедеятельностью, своей активностью на протяжении многих лет, обращайтесь. Контакты вы видите, вы можете легко обратиться по ним и получить более исчерпывающую информацию. Система лечения доктора Скачко помогает избавить не просто вас от каких-то локальных проблем, а от глобальных проблем, потому что 2 трети смертей все-таки кардиологические. А от вязкости крови зависит и состояние иммунитета, а онкология, которая вторая, среди причин смерти уносит процентов 20 людей. Если вам такая перспектива, в принципе, подходит, если вы хотите жить долго, активно, счастливо и без болезней, обращайтесь. Продолжение следует...